Вместе с капитаном, кто-то поход развернёт. Поехали! Девочки, пожалуйста, два сколько назад, так больно, чтобы вам всем было нас видно. Девочки, пожалуйста, два сколько назад, так больно, чтобы вам всем было нас видно. Дорогие зрители, я вас всех приветствую. Спасибо, что вы были со мной эти семь дней, пока длился наш круиз из Волгограда в Пермь. Мы шли семь дней и сейчас подходим к Перми. Как всегда, для вас небольшой репортажик о моём путешествии. Пройдите в закреплённый комментарий, там есть ещё много интересных ссылок. Ух ты, смотрите, как интересно. Мы, оказывается, шлюзуемся, наверное, с Фадеевым. Вместе два теплохода сразу показать вам. Корабли это красиво. Вот, у меня у одной окно открыт. Видите ли? Я время выжидаю. Хожу по верхней палубе. Нам сейчас в концертный зал мы хотим сходить. Там будут про Перми рассказывать. Ну, чтобы чуть-чуть нас сориентировать, куда нам в Перми деваться, мы так рассчитываем, что, в общем, там что-нибудь такое интересное расскажут. Это будет в 17.40. Кроме того, сегодня мы отплыли из Сарапула. Там были бурановские бабушки. Кто вообще не смотрит мои видео, я вам рекомендую посмотреть. Я нашла сейчас отрывки из прошлогоднего своего круиза, когда мы на Белинском плавали. Ну, там, знаете, сравнить интересно всё-таки. И не стёрла из телефона кадры, как мы домой ехали. И вот теперь меня мучает вопрос. Станция Инзер или Инзер, где я покупала домашнюю еду, она нам в этот раз по дороге попадётся или нет? А интернет не работает? Я не знаю. Вот мы сейчас спросим. Скажите, а вы не знаете, это станция... Девочки, давайте немножко прервёмся. Я вам расскажу о своей деятельности. Я вяжу пуховые платки. Это всё, что вы видите. Это мои пуховые козы. Из их пуха производится пуховая одежда, пуховые носки, пуховые косынки, пуховые варежки, пуховые платки. В общем, всё пуховое очень хорошего качества продаётся в моём интернет-магазине, который называется Пушок. Также вы это можете заказать по телефону WhatsApp 8-960-870-9467. Смотрите номер телефона в названии видео и в описании. Заказ надо писать письменно, не звонить. А сейчас посмотрите обзор белых пуховых платков, которые мне навязали, пока я плавала на теплоходе. Девочки, вот смотрите, какой платок с ландышами. Пушистый. Вот так смотрится. Очень красивый платочек. 6 тысячи кайма у него такая интересная. И вот видите, такой пуховенький. Пуховенький. Девочки, вот это платок номер 6. Номер 13 за 6. Ну-ка, давайте. 10 дров 0,10, платок номер 13. Вот, смотрите какой. Тоже очень красивый. Если вот так повязывать, то вот. На плеч. Такая красота. Белоснежные, просто белоснежные. Девочки, вот еще один красивущий. Это платок номер 15. Тоже 6. Видно вам, да? Платок номер 8. Смотрите, какая красивая кайма у него. Смотрите, какая красивая кайма у него. Номер 13. Номер 13. Номер 11. 12. Номер 14. Номер 14. Тоже 6. Девочки, номер 12 Все по 6 Номер 17 Номер 16 Спасибо, что вы посмотрели на наше изделие На наш обзор Вот таких белых, красивых, пуховых платков Платки на самом деле у меня есть разные И косыночки, и все-все-все И носочки, и пуховая одежда Пуховых своих кос я вам показала Мы вяжем руками и на машине Я и мои подруги Вы можете сделать заказ Пройдя по ссылочке в закрепленном комментарии Там есть телефон, ватсап Только вы не звоните, а пишите свой заказ И все интересующие вопросы Вам ответит моя дочь Ну а мы с вами давайте смотреть мой круиз дальше Зрители, всем пламенный привет Через 3 часа мы прибудем в Перми Я даже думаю, честно говоря, что это будет раньше Потому что это их последний рейс Они идут домой Я думаю, что Чуть-чуть пораньше мы пристанем Я вот теперь мучаюсь тем Что пытаюсь упаковать Все то, что я накупила в круизе Девочки, не так-то просто Это все показать Вот видите, сарапульский кондитер Это нас вчера подвезли С кондитерской фабрики И смотрите, сколько пряников я накупила И еще вот 4 вот таких огромных пряника Вот видите Это все весит Много это весит В общем, вот этот пакет Каким-то образом Мне нужно будет Доставить домой Это еще не все Я, конечно, сделала упор на пряники Вот еще один пакетик Но Еще я попробую Взяла у них разных-разных пакет Сейчас вот все это пересыпем В один пакет Ну прям буквально по несколько штучек Потому что конфеты дорогие И мы сейчас постараемся более компактно упаковать Некоторые из них Часть из них я уже попробовала Конфеты вкусные Практически получился новогодний подарок Это кофе какой-то Кедра кофе В общем, смотрите Зефирины Вот это Космические дали Очень вкусные конфеты с коньяком Это я пробовала Потом здесь какие-то женские Мужские И, в общем, здесь фабрики Сарапула Ну и еще чьи-то фабрики В общем, вот Видите, практически новогодний Шикарнейший Подарок Мы сейчас Присложим в один пакет То есть конфетки все Премиум Хоть я их и не ем И не люблю Но не могла пройти Вот это, по-моему, какие-то То ли женские То ли мужские конфеты Типа для женщин и мужчин Или вот эти для женщин То есть тут одни для женщин Другие для мужчин Ну, весит Здесь, мне кажется, килограммчик Точно будет Если не больше Девочки, ну конфеты Это все полбеды В музее, который не хочет для вас грузиться Я же говорю, что в виде вот 4-8 камера сделала Мало того, что вы в телеге его не можете посмотреть Оно еще грузится Я купила вот такую свинью Я не знаю, может ее где-то можно было в другом месте купить Не приезжая под Нижнекамск Вот как ее довезти Она глиняная В общем, я думаю, что я ее в сумку В какие-то вещи или в руках таскать буду Это копилка Подарю детям Пусть копят деньги Как вы думаете? Вот такая вещь Коробок у них нет Упаковали мне в пакеты Вот такие штуки какие-то нашли В общем, довезти ее будет проблемой Девочки, ну я собираюсь Первый раз Я с собой брала, видите Это вот клубок, который мне напряли Из моего пуха Думала, может, варежки свяжу Первый раз в круизе ничего не делала Вот, брала с собой, видите Ничего не вязала Даже не доставала Представляете? Вообще ни разу не достала Кстати, вот та пряжа, которую я продаю Тоже из моего пуха Помните? Эти честки, я сказала Вот как образец я связала перед отъездом Пушистый Это хоть и эти, господи, эти честки Стрижки Но они колючие Вот так выглядит Так что вот Это тоже, получается, просто занимает место То мы будем делать Вообще, в моей деятельности Вот это Он мне позволяет Находиться где угодно Вязать можно где угодно Прясть можно тоже где угодно В любом городе, в любом месте Даже на корабле Можно, вон, к розетке подключил Пряху Сиди, приди Так Так что И плюс, так как я все-таки блогер 10 лет Снимать тоже можно в любом месте Лишь бы был, как говорится, интернет Так что мне повезло В общем, проблем нет Вот проблема Как мне довезти эту свинью Девочки, ну вот последние красоты Я не знаю, как у Майи Мы сейчас возьмем у нее интервью Но меня к концу круиза Все время тоска заедает Честное слово Не хочется покидать Ну, плывешь Хорошо же Майя, тебя тоска не заедает? Меня? Да Нет Не заедает? Вот, она везучий человек А меня заедает Смотрите, как красиво Может быть, у меня это семейное У меня все-таки папа, речник И мама тоже Они на теплоходе познакомились И, судя по всему, я там и образовалась Среди них Мама тогда массовиком-затейником работала На Николае Щерса А папа родистом Так что я Наверное, и гены у меня гуляют Играют Смотрите Ой, какая красотища Девочки, ну вам приблизить надо Откуда не слышу Жизненное солнце Лонка, почту Я не вижу Есть сентября 9 градусов сегодня будет Ну, хорошо Не жарко А дома у нас 26 26 У нас жара Жара У нас даже по-другому Молодцы И объявление Да-да-да 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 Ночью и по-кармонок Нонсекс У нас по-агусту И все, полет Завтрак у нас сегодня В 9 часов Прибытие в 10 Теплоход немного повернул И опять начался ветер Зато на берегу Вот такой красивый храм Рыбаки на всем протяжении Ловят рыбу То есть им ни почем Ни ветер, ни холод Вот они на своих лодочках Плавают с удочками Хорошо людям Девочки, я там усиленно в сумку Пытаюсь запихать все пряники Все конфеты, которые я накупила В том числе свинью Которую я тоже умудрилась Свинью копилку Глиняную Одежду Но у меня вместительная сумка Плюс еду В общем-то Слава Богу, что я увидела Что у нее две молнии внизу Ну, то есть у меня сумка на самом деле Большая И я никогда Мне не требовалось Увеличить ее вместительность Я на эти молнии Пусть внимание не обращала Ну, вы знаете, да? Молнии растет Потому что она еще больше становится В общем, когда я растягнула Эти две молнии Я поняла, что мне можно еще Килограмм 10 пряников туда запихать Тут не знаю Как я ее потащу Или покачу Ну, факт тот, что все влезет Но она не встанет Ни под какую полку в поезде Она просто-напросто не влезет Это 100% Она высокая получается Я как-то упустила из виду Что вам нужно снять Общественное помещение На теплоходе Потому что у меня кают с удобствами Вы ее видели Если не видели То пройдите по ссылкам в комментариях Я когда домой приеду Я сделаю плейлист Вот И вы сможете посмотреть Весь круиз Но здесь на шлепочной палубе Не все кают с удобствами Здесь вот есть общий туалет На средней палубе Есть душевые Я их не снимала То есть кают Как бы на шлепочной палубе А душа нету А я вот здесь живу Видите, песок грозит Девочки, доброе утро Вот никуда не уходите Я вам сейчас историю расскажу Вот так выглядят Общественные помещения На теплоходе Это шлепочная палуба Здесь я вам уже говорила Не все каюты Не все каюты с удобствами Вот такой туалет И на средней палубе Души есть Это верхний салон ресторана От которого я отказалась В пользу нижнего Ни разу здесь не была Но по-моему здесь питание одинаковое Я просто в это уверена И я питаюсь в нижнем салоне Он отличается тем, что там окон нет Это главная палуба И там иллюминаторы И то в иллюминаторе ничего не видно Потому что там нос теплохода Вот это средняя палуба Смотрите, здесь такие диванчики Здесь можно посидеть И здесь же есть душевые Если я ничего не путаю А я же их здесь видела Наверное, они дальше На главной палубе Есть стеклодельная комната Там же Стоит кулер За горячей, холодной водой Кипяченая вода Чтобы фрукты мыть Там же стойка ресепшн Вот здесь, наверное, душевые Теплоход же длинный Так, вот здесь туалеты Видите, женские и мужские Вот туалет И раковина Но здесь тоже, наверное, не все каюты с удобствами Сейчас мы посмотрим А, ну вот душевые Я же говорю, что я их здесь видела Если они открыты Но они уже закрыты А может, тут кто-то есть Ну, наверное, душевая, как душевая Там выход через верхнюю палубу В концертный зал А мы с вами вниз пойдем Пойдем с вами на главную палубу Так, да, девочки Здесь еще Здесь еще есть Медпункт Открыт он Вот, видите Прием к врачу С 8 до 9,30 И с 18 до 20 Подплываем мы к Перми Ну и давайте дойдем До стойки ресепшн Вот еще одна женская уборная Вот, а вот здесь, похоже, души есть Давайте посмотрим Вот, смотрите, как это выглядит Туалет Так, надо выключить Душ там нет Там дальше мужская уборная Душ вот Вот он, девочки Душ вот как выглядит Это на главной палубе Есть еще нижняя палуба Это где иллюминаторы Вот гладильная комната Ну и там точно так же, наверное Очень похоже Во всяком случае И вот если идти дальше То там будет ресепшн И салон питания Нижний ресторан Вижу, почему-то это вот тоже каюта Как на этом На поезде Просто каюта Две полки Внизу Две полки наверху Без раковины, без ничего Здесь такие каюты тоже есть И на нижней палубе И на главной тоже есть Вот здесь выход на нижнюю палубу Через проход Откуда люди выходят Ну и хватит, наверное, да? Ну и в общем и целом Что же мы имеем На главной палубе Есть каюта разного класса Как я поняла Есть каюта с удобствами Есть каюта без удобств И вы сами видели Что женская уборная Мужская уборная Все это на этаже На нижней палубе Это где трюм и иллюминаторы Там тоже разные каюты Там есть каюты Просто с раковиной Там есть каюты С туалетом и с раковиной Там есть каюты Вообще без ничего Просто полки для спанья Даже шкафа нет И вот Четырехдневный круиз В такой каюте Четырехместной У нас просто в нижнем салоне Сидели люди И рассказали нам об этом И их круиз В общем там даже не четыре А по-моему три дня Вот в этой четырехместной каюте Где даже нет шкафа Там как в поезде Две полки внизу Две полки вверху Обошелся им в десять с чем-то тысяч Если бы Но их было двое Они выкупили оставшиеся места То есть они вдвоем Ехали вот как бы в купе А если бы их было четверто Им бы обошелся круиз в семь восемьсот Ну то есть они жили в этой каюте А питание как у всех И в принципе весь корабль В их распоряжении И точно так же Ты можешь ходить на всякие Увеседительные мероприятия На экскурсию В общем куда хочешь Единственное что ты едешь Как в поезде Но это как говорится Выбор каждого человека Я слышала здесь В общем каждый выбирает По своему достатку По своим представлениям О том как должен выглядеть отдых Ну у всех же разные у нас И запросы И какие-то предпочтения Потому что вот женщины Допустим путешествуют На главной палубе У них тоже каюта Вообще без удобства Говорит а мы им едем Там несколько дней Куда-то мы в Перме не едут Зато говорит мы сэкономили То есть понимаете Ну они точно так же едут Абсолютно Так что это выбор Выбор каждого человека И здесь на Бажове Выбор этот Вы знаете прям От ноля до ста процентов Ты можешь выбрать Рядом со мной каюта Люкс Я не знаю что там Но она такая вместительная Она по моему Двухкомнатная Не знаю там Толь шторка Между этими комнатами Либо не знаю Напротив меня Капитан живет И сейчас Когда мы начинали это видео Я смотрю идет официантка У нее на подносе еда Еда Абсолютно точно такая же Как подают пассажирам А у нее на подносе Стояла каша Геркулес Два кусочка колбаски Масла И омлет Это все то же самое Что я буду есть на завтрак Она постучала к капитану Дальше я отошла Я же вам снимала Вот так А мы приближаемся к Перми Это вот такие виды Пермь лесной город 40% города Перми Занимают леса Это самый зеленый город В России Это нам вчера Рассказали на теплоходе Наш круиз заканчивается Погода паспортная Но это хорошо Не жарко Сумку мне свою Пришлось увеличить Расстегнуть все молнии Я вообще не знаю Как я ее потащу Я, оказывается, столько сладкого Накупила Ну, хорошо Мои домашние будут счастливы Но я надеюсь, что вам понравилось Мое освещение круиза Вы пройдите по ссылке В закрепленной комментарии Там, посмотрите, будет плейлист Я соберу все видео Которые засняла на теплоходе Павел Бажов В одно место И вы там можете посмотреть Все От начала до конца Мой круиз длится 7 дней Мы едем из Волгограда в Перм И из Перми На поезде с пересадкой Должны за два дня Вернуться в Волгоград Они стоят и завидуют нам А Бажов возвращается в Перм Бажов возвращается домой И все, кто сейчас Будут танцевать вместе с нами Обязательно вернетесь На борт нашего теплохода Поехали Радость приедет Я долго ждала Теплый твой свет И счастье в глазах И строим весь лесу в небо Мочная без влога И летим в водах Чуть-чуть-чуть-чуть Пьи на синемкое небо Пошла свой счастливый мир И по саду вправо. И по саду вплево. И звёзд и ловим. И на танце. Отдень, теперь мы с тобой. И руки от рукава. И лучшее, всё лучшее, что ты. Вверх, руки, все вниз. Видите, написано сейчас. А с другой стороны, для других, счастье, счастье и час. И снова откроем, если все у тебя попало. И снова откроем, если все у тебя попало. И снова откроем, если все у тебя попало. Мария, Базон, Север, Юг, Запад, Восток, Наш, Глобов, Дарьев, Восток, Идем в север, как по глазу, и обратно как в север, Идем в север, как по глазу, и обратно как в север, Идем в север, как по глазу, и обратно как в север, Идем в север, как по глазу, и обратно как в север, Идем в север, как по глазу, и обратно как в север, Тихо нигде, брат, в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса. Там искорятся ламазами завезды И падают в горы. И я поехала туда, Только где мне достать бы билета. Билету цена. А медный горош, да простая копейка. Но его не найти, но его не купить. Билетер в окошке об этом. Проси, не проси. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда. Но была кем-то сломана стрелка. Дорогой рассказал о каком-то случайном такси. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда. Но была кем-то сломана стрелка. Дорогой рассказал о каком-то случайном такси.